Очаков ТВ представляет Вы увиделись в этой чат-рулетке Здрасте Здрасте Вы из какого города? Из Казани, а вы? Город Очаков Николаевская Рядом с Одесской Он как раз между Одессой и Николаевым Расположен на самом деле Ну да, внизу Да, вы были там? Ближе к морю Он не ближе к морю, он на море Ну я внизу Да, вы были там, нет? Нет В тех краях не был Ну просто у вас хорошее познание географии тогда получается Ну я жил на Полтавщине, я вообще Советский Союз знаю хорошо А, вы из Украины родом или как? Нет У меня там у матери и тетка живет на Полтавщине А, серьезно? А у вас с ней есть контакт? Нет, она что-то давно уже Нет, она умерла у матери и тетка А с детьми получается как С двоюродными, с троюродными что-то перестали общаться Это еще в девяностые годы А, то есть вы давно потеряли с ними связь, да? Да, а вот по молодости, когда я в школе учился в 80-е годы Мы постоянно периодически ездили туда Не, ну понятно А как вы сейчас относитесь вот к этой ситуации? Ну вот, то, что творится на фронтах Между Россией и Украиной Честно? Ну честно, конечно Вообще не понимаю Не понимаете, что творится? Или не понимаете, для чего это делается? Не понимаю, что творится И не понимаю, какие там конечные цели Что хотят То есть не так, чтобы вы сильно поддерживали это Я правильно понимаю? Правильно Ладно Хорошо, давайте, успехов вам Я не понимаю, как мы воюем Я не понимаю То заходим, то отступаем А нам одно, то другое говорят Вот много вопросов, ответов нет Поэтому Хорошо, слушайте А вот вопрос тогда такой А чей Крым вы считаете? Ну, если брать Чей Крым? Не, просто однозначно Если ответить Чей Крым? Вот какой стране он должен принадлежать? Российский А, Крым российский вы считаете? Все-таки Ну его в свое время Хрущев в Российском Пере отдал Потому что Хрущев был с Украины Как бы отдал Хорошо, не, не, это я просто Ну, задал вопрос, чтобы узнать вашу позицию Хорошо, давайте вернемся к нашим баранам Вот это военная, так называемая, спецоперация Вам не кажется, что заканчивается жареным для России? Нет Почему? Ну давайте объяснем Почему нас жареным заканчивается? Объясните, вопрос в следующий Да, 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 легко объясню, конечно Значит, с того момента, когда Россия широкомасштабно вторглась в Украину 24 февраля прошлого года До сегодня, вот, где-то неделя прошла И вот от той территории, которую она захватила Больше 50% Украина уже освободила За это время И смотрите, тенденция такая Что чем дальше идет Тем Украина все лучше и лучше вооружается С помощью западных партнеров, естественно А Россия все больше и больше теряет Свою военную мощь Понимаете? То есть движется в противоположном управлении То есть, так или иначе Рано или поздно Скорее рано Россия просто вынуждена Будет покинуть все захваченные территории Украины Вы так не считаете? Знаете, как один из вариантов Я допускаю этот момент Я с вами согласен в этом плане Вот почему я не понимаю спецепарат Потому что мы зашли Первые дни громко там Прокричались там Под Киевом постояли До Харькова заходили, да? Ну да В Херсон там Потом оттуда ушли Я не понимаю в том плане, что Мы зашли Громко прокричали Все, теперь вы с нами Людей по-русски называется Наебали Ушли оттуда Кто поверил, тем Вот это я вообще не понимаю Зачем заходили? Что хотели? Вот, об этом и речь Этого весь мир не понимает Вот И в результате этого Вы все равно считаете Что Россия победит? А когда Россия проигрывала? Другой вопрос Когда Россия проигрывала? В Японской войне В Первой мировой войне Много было войн Где Россия проигрывала? Ну, Первая мировая Она совпала с революцией Когда там все это нахлынулось И революции, и Первая мировая Все в куче было Хорошо, а скажите мне Когда Россия выигрывала? Вот это мне скажите Ну, в ту же Отечественную войну Какую? Ну, с немцами Проигрывала? Это Россия выиграла? Ну, Советский Союз Во-первых, это был А, Советский Союз Во-вторых Советский Союз Бы никогда не выиграл Без помощи Больше 50 стран Коалиции Западной В жизни Без Ленд-Лиза бы не выиграл Советский Союз Хорошо Войду с Наполеоном Со шведами Здесь так истоль далеко уходить Не, не Давайте далеко не будем уходить Давайте еще Давайте еще Половцы Вообще всю историю России Смотрите Половцы и Печенеги Вы еще Вспомните Как Путин их приводил И будет вообще классно Ну А с Японией мы на земле не воевали Мы только на море с Японией Какая разница Какая разница Ну Я про территории Вот Смотрите Если вы исходите Только из того Что Типа Россия никогда не проигрывала Хотя она естественно проигрывала То Почему вы решили Что Она сейчас не проиграет Я же говорю Надо смотреть всегда на тенденции Правильно Давайте объясню по-другому Тогда Хорошо Давайте По-своему Вот я живу В городе В котором 600 тысяч населения Ну Ни большой Ни маленький 600 тысяч населения Городишко у нас Да Я вот простой человек Я не работаю Общаюсь со знакомыми С людьми Да Я Мне интересно Люди Настроение Менталитет Я люблю вообще Ездить Да И Настроение людей Да Многие конечно не понимают Да Но большинство людей Как бы Они Скорее всего Слушают нам телевизор Да Я не то что я слушаю телевизор Вообще вы не смотрите Новости Да Но Если нас прижать в угол У нас просто Об этом Общем Вот давайте возьмем так Украина 40 миллионов И Россия 140 миллионов Объявим общую мобилизацию Общую Никакую частичную Общую И поверьте Мужское население Пойдет Пойдет Вот я просто Мы вот В карты играем Да Там вот мы Разговариваем Да Никого У меня знакомых У меня нет знакомых Кого призвали Но если будет мобилизация У нас пойдут все Не у нас Вот По крайней мере У моих знакомых А у меня В телефоне Тысяча контактов У меня прятаться Никто не будет Я вот просто Как бы настроение людей То есть люди Люди пойдут Умирать За чужую территорию Правильно я вас понял Пойдут За захват Чужой территории Классно Классные у вас друзья Ну смотрите Да Сейчас вот стоит Украине зайти Допустим на территорию Как вот сейчас Вот в Белгородской Да Нам просто объявят Вот видите Зашли И политика Ну единственное Знаете Мы проигрываем Информационную войну С Украиной На Украине Или в мире Информационная война Лучше Чем в России Мы ее проигрываем Даже спорить не будем Но если лупят Резко Информационную войну Что на нас напали Да Просто Народ пойдет И не важно Что это будет На чужой территории Народ пойдет А куда пойдет Если это русский легион Сейчас воюет На Белгородской области С путинским режимом Ну смотрите Ну Куда пойдет Украина вообще Тут не при дела Ну легион Ну что легион Ну смотрите Как сказать Он состоит Только из граждан Он только из граждан России Состоит У вас там гражданская война Начинает О чем вы говорите Ну с каких граждан России Знаете У нас много Дерг убежал на Украину Да Но если он русский Я вам говорю сейчас Про русский легион Который сейчас На территории Белгородской области Начал продвижение И продвинулся На 10 километров Начал окапываться Он воюет С путинским режимом Он обратился К гражданским людям Не переживайте Мы вам не враги Мы хотим вас очистить От путинского режима У вас гражданская война Начинается К Украине Это вообще отношения не имеет Понимаете Ну смотрите Ну они зашли Пропиарились Понты Ну какой они эффект хотели Что там А знаете какой эффект Я расскажу вам После того как Они понты И пропиарились Как вы сказали После этого Целые колонны Слуганщины Бронетехники Двинулись в сторону Белгородской области Представляете Ну Это еще Видно по воде Писано Так нет Это видео Посмотрите Сегодня Целые колонны Шли Колонны Посмотрите Видео Есть Я смотрел Вчера Новость Американские новости Вот смотри Американские новости И вот Ну на русском языке Они говорят Ну да Вот там сказали Что это русские Что танки зашли Да Мы видели Видео Но нет Такой фактов Подтверждают Что это так оно и было То есть не факт Что это Всято в одном месте Пропонсили Очень много Что показано Не факт что оно там и было И то что где-то колонны Двигаются Не факт что она пошла На Белгород Понимаете Любой человек Устроен так Что он хочет слышать То что хочет слышать То что ему интересно То что удобно Не как оно есть А то что Хорошо А какими силами Тогда они собираются воевать С этим русским легионом Если он просто Тупо не встречая сопротивления Практически Зашел на 10-километровую глубину За один день Как вы думаете Я понял Так вот смотрите Так я объясняю Что я почему Не понимаю Спецоперацию Не понимаю Как мы воеваем Когда к нам заходят И у нас там Я много еще Вот поверьте Вот так же у меня знакомые Мы разговариваем Мы не понимаем Как происходит военные действия Мы не понимаем Но они происходят Вот А я вам могу описать Я понимаю Как происходит Вы прошарили войну Вы проиграли войну Вот как они происходят Как вы после проиграли Россия Проигрыш для России Это тогда Когда Россия уберется Со всех украинских территорий Это будет считаться Проигрышем Понимаете Украине не нужно Присоединять ваши земли Ваш русский легион Отделит Белгородскую Народную республику Там Воронежскую Не знаю Ну Это их дела Смотрите Вопрос глупый Вам задам Вот вы господь бог Нет Я нет Я не знаю Что будет впереди И как оно будет А я знаю А я знаю А ну тогда вы бог Я не знаю как будет Нет нет Смотрите Я же не скажу вам Точно до даты До минуты Но в целом Картину На ближайшее будущее Я рисую На основании того На основании тенденции Которые сейчас проходят На основании фактов Конкретных Которые случаются На этот момент Вот и все У вас много было В жизни моментов Не поддающихся логики Очень мало Практически не было А у меня их было много Когда они Сочувствуют Происходят события Думают что должно было вот так А прошу так И я могу Лично вот у меня были примеры Да Я лично сталкиваюсь Я думаю А как так Думаешь вот так Ну получилось как получилось Есть такое выражение Человек предполагает А бог располагает Хотелось как лучше А получилось как всегда Это про Россию Тут я с вами согласен Здесь я люблю Стараюсь по философски Время покажет Время покажет Совершенно верно Все Если у вас нет ко мне вопросов Я пойду дальше Все Давай Счастливо Счастливо Ну что Спасибо что человек По крайней мере Говорил Спокойно Время покажет Совершенно верно Время покажет Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»